Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Сегодня 25 выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля, которую я продолжу на локации «Развязка». Основной акцент сегодня сделаю на квесте от терапевта с необходимостью 40 убийств диких в респираторной маске с расстоянием не более 60 метров и постараюсь добить квест барахольщика со сдачей тяжёлого бронежилета в состоянии менее 50% прочности. Кентачнес, Колхоз, Пиксель, Ихти, Кирилл. Большое человеческое спасибо за вашу щедрость и доброту. Также хочу напомнить, что мы копим 90 тьюториалов в бесплатной игре для ПК и мобильных рейд Shadow Legends, о которых я говорил в 23 выпуске. Скачивай рейд по ссылкам в описании и проходи тьюториал обучения, которое длится не больше 5 минут. Если накопим 90 пройденных тьюториалов, то я разыграю 3 доступа в Тарков или апгрейда версии. Спасибо тем, кто уже поддержал. Удачи! Ну, поехали. Забираем биткоин в первую очередь. И у меня склад приготовился. Третьего уровня. Ба, теперь он у меня гораздо больше стал. За время перерыва между выпусками вот чего я тут уже наварил. Пару биткоинов есть. Пришла ещё страховка. И, кстати, по страховке пришёл мне бронежилет, который я планировал разбить. Боты меня наказали, но 44 прочности. Этого недостаточно для сдачи по квесту, поэтому надо будет ещё раз идти и подставляться снова под пули. Сжёг две канистры с топливом. Наварил самогона тряпок, ОФЗ. И, ну, это в принципе и всё. Главное, хотел показать, что до чего тут. Сдаю ОФЗ снаряды по квесту поставщик для прапорщика. Один всего останется. Пока варить его не буду. Посмотрим. Может быть, я его найду в рейде где-нибудь. Ей нужен будет ещё один военный аккумулятор. Как говорил, сегодня, короче, служба дезинфекции будет. Мне 14 всего удалось настрелять ботов, так что возни ещё куча целая. Ну, сегодня постараюсь добить этот квест. Плюс на развязке мне необходимо будет заложить три золотые цепочки под беттером. И, если попадутся под руку, попробовать убить ЧВК с 10 вечера до 10 утра в этом временном промежутке. Неплохо сработала страховка. Мне вернулся бронежилет, который мне нужен. Ну, надо ещё одного или два там попадания примерно, чтобы сдать этот бронежь потом по квесту. Пока цепочки золотые брать не буду. Отправлюсь так. Постараюсь сделать быстрый рейд. Это будет развязка утра. И по страховочке тут у нас что получится. Ой-ой-ой, сейчас опять там за сотню. 111 тысяч. Ну ладно, ничего. Как пиздурого страховать. Ну ничего, поехали. В принципе, даже если с пистолетиком упадут, я думаю, этого хватит. И сразу же двигану на выход. Не буду больше рисковать бронежилетом и выделываться там. Разбиваю и домой. Вот и всё. Вот и весь план. Так, нифига меня наспавнило. Я, короче, сегодня, знаете, что решил? Я сегодня попробую поиграть на каких-то более живых серверах. Вы постоянно говорите, что пустые-пустые сервера, но... Мне так комфортнее играть, когда более спокойная обстановка квеста делать в спокойных рейдах. Это самое то, что доктор прописал. Единственное, сейчас пойдут такие квесты, где мне нужны будут в основном ЧВК. Вот тогда я и буду ставить. Как бы это неудобно бы не было для меня. Потому что на некоторых серверах, блин, в любой момент начинают глючить, короче, пинги. И мне... О, нифига. Здравствуйте. Поставил, блин, живые сервера. А время уже... Всё. Уже за 10. Но не хочу я брать ещё один бронежилет за полмиллиона, если честно. Всё, их танкило встретил, видать. Ха-ха. Хорош, хорош. Ну, я пошёл на ТЭЦ тогда. В первую очередь смотрим, как я не знаю. Смотрим, Тачила есть или нет. О, Тачила есть. Ну, блин, сейчас бы ещё и деньги есть. Сейчас бы ещё... Бота какого-нибудь. Хопачки. А вот и бот. Ну, неудивительно, что на ТЭЦ и бот влазёт. Это же бот? Или пацаны рубильник включать пришли? Ну, давай, заматерись там что-нибудь. Подай знак. Мне ЧВК не нужны абсолютно. Это будет пустая трата... ...силы времени и будет пустая... ...фига там, возня. И абсолютно неоправданный риск. Он опять бежит. Ну, туда-сюда бегать... ...думаю, что только бот будет. Сейчас узнаем. Ну, да, я думаю, это бот. Бот не бот, а... ...вот, что мы вот так сделаем. Где-то сюда же побежал вроде, нет? А, внутри. Ну, это бот. У-у-у. Давай. Я тут. Он что, заныкался? А, он на улицу вышел. Вот он. Эй. Хорош. Все, готово. 38. Моя очередь. Вот и все. Вот это все пошло, как по сценарию. Я даже успею еще тело глянуть. И этого опыта мне хватит, чтобы засчиталась умирением пробежка, а... ...этот самый... ...выход выживания. Мне же... не столько лук нужен. Не столько лук нужен. О, неплохо, 130 опыта. Ну, я думаю, этого достаточно. Успеваю еще в тайник. Ну, точно хватит тогда еще и поискового опыта. Значит, еще пойдет в копилку по другому квесту. Мне еще выходить выживать нужно с локации. И это лишний повод еще одну галочку получить. Успеваю уже, да? Сейчас. Оп, машина уехала. Нет, нормально. Ой, вовремя. У меня еще 8 секунд целых. Ну вот, отлично. Вроде как... Да, я вышел. Здорово. В голову попал. Это хорошо. Из-за этого опыта еще 120 бонусом дает. И 720 всего не так уж и много, блин. Можем шить, не тужить. Часть третью сдавать. С этим бронежилетом мы прощаемся. И 20 килограмм на себе больше не таскаем. Теперь у нас есть шить, не тужить. Часть четвертая. О, у меня это уже все готово, пацаны. РПС-ки сдаем. Блэк-роки сдаем. Еще один квест. Красиво жить не запретишь. Забавно. Мне сначала вторую часть дали. А теперь первую. Но в любом случае у меня нет бронзовых львов. У меня нет часов. Роллер есть только кат. Ты, кот. Точнее, и пару коней отдадим. Все это я уже приготовил. Вот теперь надо, блин, львов искать. Где льва найти? Я вообще что-то лазил-лазил, нигде не встречал. Ну окей. А часы мы заберем после квеста от лыжника. Прикормка, который называется. Харизма города берет. Ой, блин, у меня всего пятого уровня. Но это все должно прокачиваться, если не ошибаюсь, за счет лутания. Лутание, осмотр от тел. И харизма качается каким-то макаром. Так, ну что, будем пытаться закладывать три золотые цепочки в комнате с БТРом. Там есть койка под матрас. Туда нужно будет заныкать. Но там очень живой такой сектор. Частенько там ЧВК трутся. Так что, может, и диких подстрелим. Может, ЧВК попадутся. А может, вообще не дойдем до туда. Сейчас все увидим. О, а я фауф. Капец, я не люблю. Я вот этот спаун. Ёприс, это вы бы знали как. Я могу сейчас, знаете... Я тогда внутрь не пойду. Я сейчас приду туда самый последний, на самые засады, на самые зарубы. Я пойду тогда на ТЭЦ прогуляюсь. Рубильник. Жахно. Там же ботов по морям. Потом можно будет в Идею забуриться либо наверх, либо в подвал. И оттуда в Гошан. Короче, давай, пошли летать. О, пачки. Кого-то бот там спалил. Кто-то на ТЭЦ все включает, походу. Сейчас мы тогда знать, что сделаем. Тактикули от братули. Сейчас мы отсюда тогда из-под контейнеров попробуем вылезти. Хотя, если у него есть прикрытие, они как раз... ...ваккуратно вверху тут, на контактах. И я бы, если честно, прикрывал бы на... Что такое, сочек, что ли, лежит? Еда. Сочек, я люблю. Если бы я был с кем-то, то я бы попросил, либо прикрывал бы, знаете, либо сверху на контейнере, там красном есть, либо по правую сторону. Но если там никто его не прикрывает, что, скорее всего, или их, то я сейчас застану врасплох. Так как после ТЭЦ обычно по этому подъему заходят в торговый центр. Опа. Если это не бот, то это наш клиент. Это он. Ох, мать! Блин, твою мать! Да, было бы воздвое, мне понадобилась бы пулеметная лента, наверное, офигенно. Стволом, сетку... Все, заряжаем патроны. Вроде нет никого, вроде в одного пацанчик пришел. Чудо, что он в меня ни разу не попал. Хотя, как чудо, у меня... Ну да, я должен был сдохнуть. Но он, наверное, все это в бордюре, ну... Впендюривал. Точно все изрешетил. Удобная, удобная там позиция у меня была, а у него не очень. Засада эта хорошо работает. Ага, тут он, походу, с этой не справился. С отдачей, матеря. Ох, ёпресы ты. Ох, ёпресы ты. Можно сок выкинуть, раз у нас аквамари теперь есть. Так, я, наверное, знаешь, что сделаю. Сейчас часть добра здесь скину. Под ёлочку вот так, вот так, наверное, да и хватит. Я тогда с него остальное ничего пока снимать не буду. Я, возможно, здесь тогда сейчас и выеду с его куколками-тряпочками. Сейчас, если что-нибудь еще найду, быстренько. По идее, прошвырнусь. Я бы хотел это добро его вынести. На наличие чего-нибудь ценного сейчас. Быстро, да. Одна дверь закрыта, так что нормально все. Сейчас, 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 сейчас все будет, сейчас все будет. Хотя надо было и остальное тоже взять, да в кусты выкинуть. Лев. Хрен. А жаль. Сейчас с львом выйти. А, это дикие, скорее всего. Шаркашат. Здрасте. Забор покрасьте. Ладно, быстро здесь осмотрюсь, тогда и назад. О, видеокарта. Еще боты. О, нет, это не боты. Да ладно, на шумок прискакали, что ли? Блин, деревня. Еще и толпой. Че за фигня? Это че за фигня? Нифига, они прям очевидно. Бросаются сюда, в эту сторону. Че? Так он даже не вышел, как он меня убил-то? Че за нахрен? Вот это прифайеры, парни. Спасибо, пожалуйста. Это литр ран. Не знаю, я не верю, честно скажу. Я не верю. Паршиво, паршиво так дохнуть, конечно. Как тараканы пришли и раздавили нахрен. Ну, не от худа без добра. Зато я себе видеокарту целую стараканил. И теперь у меня их две. О, нифига себе, смотри, сколько. Час. Больше часа времени, одна видеокарта. Нормас, нормас. Все. Готов. Все то же самое. Сыпшки новые купил. Автомат Калашникова себе есть. Денежки на выход, если что, есть. Развязка. Четырнадцать. И... Страхуемся и вперед. Не буду теперь изобретать велосипед. Хотя, не знаю. Сказать, что зря пошел туда в идею, тоже хрен его знает. Но все вопросы и темы остаются актуальными. Все то же самое. Убить ботов. Заложить три цепочки. Это основные задачи. И выжить. Выйти слогаться, конечно же. Надеюсь, в этот раз больше повезет. А теперь, чем мы на другой стороне карты, да? Ага, точняк. Это я на МЧС. Сзади у меня есть... Точка. Выхода на карту. И не одна. А вроде нет никого. В тылу нежелательно никого оставлять. Ну что, по истоптанной тропинке так же. Вдоль бетонного забора пойду. Посмотрю там ботов. В первую очередь. Возня на карте уже вообще живая. Я даже не знаю. Это как... Чем меньше народу, тем больше кислорода. Больше лута. Больше выживаемость. Жалко, что предыдущий ЧВК у меня не пошел в счет квеста. Ну и ладно. То, что было в том рейде, осталось в том рейде. А мы тут другой возней занимаемся теперь. А что, диких нет, да, получается? Ну и ладно. О, годится. Давай посмотрим тогда, что почем тут. Вот эту вот дверь я бы закрыл, а то оттуда хороший обзор, прям офис просматривается. А, куртки лутаны, прикинь. А я и смотрю, что-то полки пустые. Опа-на. Тут, оказывается, кто-то появился на карте. А, тогда, тогда пошли дальше ботов искать. Вот тут примерно под идеей должны быть... Давай тут выкатим. Ну, чё так? Жесть какая-то. Или после улицы, так кажется. А гляза не привыкли. А здесь никого нет. Чё за нафиг? Спрятался. Нет, не спрятался. Ну, хорошо. Если Магомед не идёт в горе, то гора идёт к Магомеду. Пойду в сторону Гошана тогда. Подняться можно здесь, на эскалаторе где-нибудь. Странно, что здесь вообще нет. Ну, тут человек... А, вот он. Да, проще, короче, зажать очередь туда и всё, и забыть. Это из-за... Чисто из-за лени. Из-за того, что 60-ник долго заряжается у меня. В ламы потом его наполнять патронами. Он долго это всё делает. Так, ну, тут чё... Подожди. Ещё один. Ну вот. Я же говорю, здесь должны быть боты. Чё и денежку принёс. За квартирку за январь. И спасибо, хорошо. Положите на комод. Чё мы тут не догрызли? Давай посмотрим. А тут, походу, пару магазинчиков. По патронам. О, БТ. Забрать. Тоже забрать. Разрядить. Забрать. О. О. Сейчас Патриков докину туда, быренько. Этот магазин противный долго заряжается, блин. Процесс окончен. Что тогда, глянем? Тут внизу что-нибудь. Кто-нибудь? Алё, малё. Или отсюда пришёл этот бот? Мне отсюда, походу, и пришли на ту сторону, да, парковки? Молодцы. Какой-то эскалатор у меня сейчас с кассом приведёт примерно, да? Топать неохота по нему. Палевно. О. Ни хрена, это же бот. Ни хрена, с какой дистанции он меня увидел. Надеюсь, я тебя не убил, а то мне же надо 60 метров. Меньше, точнее. 60 метров. У меня сейчас каждый бот на счету. А чё, куда делся-то? Зашибись. Вот даёт. О, куда я провалился-то? Лёва, говорит, тишина. Лёва нет. А жаль. А вот оно здесь. Ммм, как неприятно-то. Взял, взял всё. Успел шмальнуть. Чё-то я подумал... Что в бошку попал. Кровь увидел, и всё. Перестал стрелять. А зря. Пока кровь вытекала, всё тело теперь надо лечить из-за одного попадания. Заряза. А, так у него бронежилет вон. Пока не выбил броник. Лёв. 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 Нет. Не лёв. Я не знаю, сколько я здесь не ходил. Сколько я здесь... Опа. Сколько не лазил. Вазили. Чё-то никак не могу льва найти. Хотя... Постой, постой, постой. Дай-ка я, наверное, вкинусь лучше. Вазиком. Ой, как хорошо. Всё. Сейчас. Ого. Пойдём позырим, чё за возня. Кто тут с кем стреляется? Самый удобный момент. Влезать в перестрелку третьим. Третьей стороной. Блин, всё настиж. Ой, не нравится мне это. Похоже, знаете, на то, что кто-то там фармит, просто сидит. Простреливает длину. Но, по-моему, вроде не стреляли. Не, нафиг, манал я тут лазить. Был бы труп ЧВК, я бы ещё... А это труп Дикого. Дикого, значит, который тут орал, его подстрелили. Где-то там кто-то засел. А ЧВК мне сейчас не нужны. Мне бы льва, по-хорошему. А лучше два. Да губа не дура. Нет, нифига. Ну, если так и дальше пойдёт, то я ещё не спорю. Хотя... Когда перейду квестом на таможне, то... Может быть, где-то там в сейфах найду. Уже столет на таможне не был. Чисто. Вроде никого. Я предлагаю тогда сходить через... Это самое... Через Гошан. На кассах Гошана посмотреть, что происходит. Там немножко отработать диких, если будут. Если там никого не будет, то я тогда буду приближаться уже к БТРу. Буду уже пытаться заложить цепочки. Надо избавляться от них. А тут у нас что? А, у нас тут... Да, у нас тут офис. Тоже неплохо. Нам это нравится, мы хотим это тоже облутать. Пока будем лутать, будем накидывать патроны в магазин. Сейчас железо неплохо так стоит. Особенно кулеры, центральные процессоры. Флешки и САС диски никто не отменял. Бывает, САС до диски. Да, у нас тут целых три компуктера. Блок питания. Можно нам что-нибудь поменьше и подороже? Спасибо. Побольше и подешевле только есть. Получите, распишитесь. Извлекаем максимум пользы из пакета с соком. Или пачки с соком. Так правильно. И выходим в аккурат к кассам. Есть кто? Нет? Тихо вроде. Но это и хорошо, и плохо. Стреляли. Что-то я... С какой стороны стреляли-то? Терялся. Прослушал этот момент. А, понял. Понял. Это как раз где мне не надо, да, стреляют? Вот-вот-вот, зачем я здесь. Вот-вот-вот. Главное, чтобы в спине мне потом никто не мешал. Так как это мой путь отход. Хотя, зачем я его выкинул? Он там четвертого класса тоже. Но он застрахован. И очков здесь... Ну, давай вот сюда его туда. Видите? Поставил в уголок, чтобы никто не уволок. Лес мы забираем. Лес я использую. Что за ключик? Насосная станция. Ну, давай гляди, что там. Стреляют, не стреляют. Это все хорошо и понятно, но... О! Мать твою! 60 метров. Тут нифига себе этот тип... Ты че так кошмаришь-то? Ауч! Твою мать! Нифига ты жесткий. Так, а по кому он... Стрелял-то? Я так понял, это он же, да, стрелял тут по кому-то? Блин, зараза. Я же не долечился. Все, мы тогда тебя... Пока ты здесь. О, везение. Да ты че за... Да че за фигня нафиг? Опять кровотечение. Че такое, а? Как ты так делаешь? Какой-то... С проклятием дикарь попался. Ааа! Твою мать! Вот это жестко было. Ху, не ожидал, блин. Ооо, вот это жесть. Надо было забить на этого дикого. Все, мне же надо пролутать-то. Ну и че. Как всегда, хорошая мысля приходит опосля. Ну, худо ли, бедно ли, пятерых диких-то подстрелили? Это уже результат какой-никакой. 21 из 40. Еще 19 надо убить. Ну че тут долго возиться? Я, в принципе, готов. Все взял, что мне необходимо. Оружие, медицина. Каждый год кто-то из соседей обязательно должен сделать себе ремонт в округе. За соседней стенкой. Супер. Ждется подождать. В 5 утра есть возможность выдвинуться на локацию. Это хорошо, потому что до 10 утра у меня хватит времени, чтобы, может быть, кого-то еще подстрелить успеем попутно. Поехали. Ну, если я не ошибаюсь, если грубо-грубо взять, то 5 минут в игре это... То есть час в игре это 5 минут реального времени примерно. Так что у меня за 4 часа будет минут 20, это полрейда целых, до 10 утра. Значит, если чувака где подцепим, то будет вообще шикарно. А так, так же, все то же самое. Заложить цепочки и продолжать стрелять диких. Так, МЧС. Хорошо. Хорошо. Тут рядышком спаун есть. Может, что появится? Топориста. Дайте мне топориста. Лучше 2. Лучше 5 топористов. А посмотрим сейчас тут что почем. Короче, пока соседи мутят ремонт, может быть, не так, бру. Часто делать выпуски, потому что ночью... Можно было бы это делать ночью, но потом днем я не смогу спать просто под звуки перфоратора за стенкой. Начался сезон ремонтов. По классике, в первую очередь смотрю, есть ли автомобиль. Оу. А машины-то нет. Попоминать плохо. Не люблю я с локацией выходить на старые выходы, типа МЧС и... выход на ЖД. Либо дыра в заборе, либо тут. А вообще, неплохо было бы обзавестись этой и разжиться картой. и выходить под разломом. Вот в таких квестах, типа, убить килл, это вообще просто то, что доктор прописал. Хотя газанчик, что там, он по тридцатку сейчас, да? Ну, давай глядеть, что мы имеем. Что мы можем тут для себя найти. Нет, не лутера. Здорово. Ну, тогда никуда не торопимся. В первую очередь смотрим, что тут есть. Дикие. Никуда его. Запуска. Дикие на повестке дня, как всегда. Сигарета, папа, курица просто. Блин, зря я, рановато я что-то дерганул, нифига не слышу, гудешь, гудешь. Ничего не слышу. интерес. Я так даже, наверное, шаги не услышу, если кто подойдет. Если только на ухо не наступят куда-нибудь. Только тогда пойму, что кто-то пришел. О, это в идее стрельбакста. идти. Значит, в идее наверху делать нечего уже. Уполута, по крайней мере. А по ЧВК можно, можно. А по ЧВК можно, О, ну неужели, хоть что-то нашел из ценностей. Алинушку заберем. Ну чё, всё? Что тут делать? Ну чё, всё? Выходить здесь открываться вообще не вариант. Чё они тут потеряли? Странно, и на ТЭЦ не пошли. Чё-то теряются, лазают. Может, и Минфа прошла, что включен свет? Странно. О, нифига ты. Твою мать. И всё, и опять привет руке. Хорош, хорош. Пляжем, говорит, и никому не скажем. Сразу такой. Ну ничего, чё, один есть, первенец. 22, осталось 18. Я почему-то думал, что этот квест быстренько чах-чах, туда-сюда, блин, и сделаю. Ну ничего. Нормально, хирургический набор взял, так что и навыки прокачиваются, и жизнеспособность качается, и всё на свете качается. Парана не смертельная, а значит, жить будем. Медицины, слава богу, хватает. Странно только, что он один тут. МКшку можно у него отнять, да? Лишнее 30 тысяч, не лишнее. Дымо всё это. Чик, чик. О! Бам, шина ещё. Ещё шина. Я, походу, всё своё счастье уже профукал. Это точно. О, здорово, пацаны. Рича есть, он чё принёс. Бам, это тебе. Бам, это тебе. А вы чё принесли? Хе-хе, как вы. Улеглись-то, как родные прям. Сразу накидаю, патрону в большой магазин. Это вроде бы бах-бах тут, бах-бах там, и всё. Магазин-то полупустой. Опа, кто здесь? Братюня ваш? Точно. Опять по той же руке? Нет, по другой руке уже. Ладно. Заштопаем. Ох, у меня так медицин. Нет, у меня и резервной-то нет. Аптечки я не взял нифига, из-за того, что цепочку взял. Я взял, говорит, медицину. По ботам же идём. Они же попадают. Во, колпашет кто-то. Ну, ПС-хе сейчас вагон будет, и маленькая тележка. Хотя и БП-шек достаточно. Будет, так сказать, резерв, резерв. Второй сорт не брак, так что и ПС-ки пойдёт. А, так у него тоже бронежилет четвёртого уровня бронеразгруза. Потому-то я и возился с ним в удочке. Заберём вазик. Ну, прям набор для джентльмена у вас. СКС, ПС и жгут. Ну, добро, выгреблю всё. Раз тут перестрелка была, то неудивительно, что здесь нет никакого лута. Всё вычистили. Ценные оставили только хламку. А, нет, смотри. Хе-хе-хе. Военный кабель профугали. А он тысяч сорок стоит, наверное. Примерно. Лев. Эй! Ты нифига себе, ты заныкался. С ума сошёл так делать? Я даже не обратил внимания, что здесь кто-то может сидеть. Ну, ещё один красавец. С жгутом и дробовиком. Хе-хе-хе. Я в шоке. Нифига вы ныкаетесь, парни. Хорош, хорош. Статуэтки льва нет, зато другой лев тут сидит. Куда ты лёвого? По-братски. По-братски. Со-и. Субтитры сделал DimaTorzok Что не дико во встречу, то успеваю отстральнуть, а доиграюсь я боюсь. Да, так всегда, когда хочешь как можно меньше шума и пыли поднимать, так обязательно что-нибудь происходит шумное и поднимается пыль столбом. Ладно, пошли тогда в сторону Каз-Гошана. В прошлый раз хорошая мысль была и план хороший маршрут, исполнение только не очень. С этой стороны мы сейчас внедримся, сейчас может быть еще и попить, что навыскаем. О, есть. Ну, в этой сумке частенько. Не знаю почему так, но либо в сумке, либо на столе здесь. Либо сок, либо молоко постоянно что-то появляется. Тушенка была вкусной. Сок попробуем. Сок тоже вкусный. Вкусно. О, еще тушенка. Клондаек. Провизии. Все как всегда. Сначала зачищаю спину, чтобы никто не зашел. Да, в прошлый раз тоже вроде зачистил от толку. Но это был залетный кекс. Может он где-то тут среди пола клазил, я его просто не приметил. Вроде тихо. О-о-о. О, это кстати килла, по-моему, от жибоша. Ну точно, а в ответочку ему летит. Нифига себе, что в эту сторону летит. Там из глушителей со всех этих всяких, со всех орудий жибошат. Пойдем посмотрим. Время есть еще. Еще целый час. Девять только. Без двух минут. Ну чего ты к контору-то палишь? Ну епресете. Ну все, теперь сейчас вся округа в курсе, да? Они лазают по дереву в комнате, где БТР стоит. Где мне цепочки надо заложить. Ребенок же взял меня, спалил с этой стороны. Теперь как я заходить буду? На ура. Батла. Только полный магазин зарядил. Все, точно кипиш на базе. Они зашуршали, потому что там зашевелились, зашевелились. О нет. О нет. Ой, блин, все, они не дадут подойти мне. Ладно, я... Спасибо, до свидания, наелся. Ну по-моему я одного завалил там. Че я там на воюю-то? Надо медицину искать. Ого. Хе-хе-хе-хе-хе. Диса спровоцировал там, короче, возьмем. Каешь, а тут засели там по углам. Развлекайтесь пока. Блин, сейчас... Ну все, у меня аптечки-то нет. Все, у меня в аптечке ничего не осталось. Я всю аптечку и использовал. А теперь... О, я одного завалил, точно, успел. О! Неплохо. Только здоровье нечем теперь поправить. Из медицины, я имею в виду. А так как их там несколько, то... План знаешь какой? Можно сходить, у меня же ключ есть от МЧС. Сейчас мы тут путь сократим. Тут через туалет можно пить. И в МЧС можно медицину найти. То если, не дай бог, кровотечение будет, даже слабое. А от сильного-то у меня есть жгуты. Слабое кровотечение и все. Пиши, пропало. Ну и, возможно, пока буду лутать сейчас в медицину себя и искать в МЧС. Возможно, они уже там ноги сделают. И такой вариант меня тоже устроит, в принципе. Да, надо убивать ЧВК, но... Пока без фанатизма. Если здесь не получится, то в следующем выпуске фанатизмом займемся. Аишка, бинтик. О, ну вот, уже можно. По-хорошему бы что-нибудь поинтереснее аптечку найти. Или еще пару эйшек. Хе, циклон. Окей. Демостатик. Окей. Твою, аж испугался. Придется с малой медициной туда выходить. Пусть хотя бы магазин полный будет. О, я слышал, у него мантисы, что ли. Или где там дерево есть? Напротив мантиса, по-моему, магазин, да? Электроники, типа. Ну, там отсиживаться мне не вариант был. Во-первых, ногу прострелили, это хорошо. Это был у меня звонок. В сторону выхода. Во-вторых, гранатами обкидывали. В-третьих, они запросто могли со стороны Кибы еще обойти. Страшно, в общем, было. Страшно. Нету больше медицины? Ни хрена. Шеньки. Ладно, то, что есть, уже. Более-менее. Попробуем с парадной стороны тогда. Я не понимаю, что там сидеть в этой засаде? Ну... О, дикие. Что там сидеть в этой засаде? Они так долго килу, что ли, разбирают там? Забрали килу, разобрали кибу. Все, идите домой. Сейчас уже челуботы подвали одну. А вот они. У раз, мусори. Походу, домой и пошли они, да? Давай-давай, чешите. Хотя у меня пять минут есть еще. Без пяти десять. Так они даже кибу не вскрывали у них ключей. Нет. Либо сигнализация. А, нет, сигнализация бы здесь. А, ну могли... А, все, 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 понял. Вопросов больше не имею. Ничего тут пачка лежит. Они все грамотно сделали. Они отключили сигнализацию. Походу, часть группы пошла сигнализацию отключать. Вторая часть пошла... Подавать электричество? А что это у нас с оружием, с рюкзаком? Это что, они его не разобрали, что ли? Вот он, матрац проклятый. Я весь день за тобой охочусь. Действие пропитало, закончилось. Ну, тот дикий, который в кибу забурился, он мне... Пойму, где это, в подвале, что ли? Блин, ну тормози, не иди пока сюда. Подожди. Дайте заложить, а. Есть. Зашибись. Тут даже два трупа. Опа. Ну, это уже челоботы начинают... Стервятничать. Какой-то... Тут жут, он не взяли, смотри, какие деловые. Нормально, нормально вы. Вот и аптека подъехала, и цепочка еще одна золотая. Все, в остальном хлам. Гормально, что еще не построено. Надо сматывать удочки. У них, видимо, настолько битком уже были рюкзаки, что они... Хотят вот брать... Да нет, и фак, вот можно было бы взять, например... Видимо, рюкзаки уже битком были. С тобой что-нибудь... С тобой что-нибудь так? Близко уже. Так это же РПК-киллы, смотри, он с галочкой. ЛСЗМу заберем. Ха-ха-ха-ха. Интересные вы, пацанчики. МПХ тоже заберем. Они вообще его не стали раскидывать. Просто оставили здесь и все. Забрали жетон у него. Сказали, давай удачи. Ну вот, это скибы как раз барахло. Вот это все. Ножницы заберем. ПНВ. Аннигилятор заберем. И все. Как у нас тут гости? Твою мать. Думал, в голову попал. Готово. Нифига ты. Чулобот. А, ну вот. Это тот, который там где-то, я думал, в подвале стреляет. Да, вроде он. Богатый вазелином, говорит. Ну то, что они не добрали в кибе, то он и добрал. О, вот это вот хорошая рукоятка. Гвожик заберем. Гранаты. Маска. Во, вот рюкзак и разгрузка, бронеразгрузка. И набили с битком гвозди. Нормально, нормально. Блин, надо, надо, потихонечку уже надо этого, надо, надо. Чесать отсюда незаметно. Опа. Как минимум, БТ заряжены. Чё скинуть? ПМВ он сколько там стоит, не знаю. Лучше шестидесятник и эти самые БТшки. Всё. Я готов. Красный таймер. Копочки. Я думаю, я ещё успею на ТЭЦ сгонять. Посмотрим, чё там на ТЭЦ происходит. Да ты сдохнешь сегодня. Нет. У-у-у, зараза. Нифига встретили. Я забыл, я же приходил сюда. Я думал машину тут посмотреть, а её-то и не было здесь. Я и забыл, блин, настолько долго в этом рейде, что забыл, есть машина или нет. Всё, магазин вышел из рейда, да? Ладно, окей. Ай, не вижу. Как он тогда? Да вы чё, ты... Откуда ты нарисовался, такой красавец? Сидел здесь в углу всё это время? Ну вы, блин, даёте. Пять минут, короче, до выхода у меня, и мне нужно бежать, знаете, куда. Да, вообще, на ЖД самый дальний выход, мать его, на карте, которая есть. Буду бежать в ту сторону. На МЧС, может быть, даже ближе было бы. Не знаю, успею или нет, но выкидывать рюкзак... Чё-то жалко. Так бы сейчас... Так-то лучше выход был бы дыра в заборе. По-моему, успеваю. Сейчас посмотрим. Если чё, я в конце выброшу тогда рюкзак, добегу до выхода. Субтитры делал DimaTorzok И успел. Всё нормально. Даже полминуты ещё в запасе. Больше, чем полминуты. Славный рейд. ЧВК подстрелил. Тринадцать диких подстрелил. А все, интересно, засчитываются. Да, ещё и все дикие в копилу идут. Вот это рейд получился. За все рейды, блин, оторвался в этом рейде, походу. Ещё десять тысяч опыта почти. Так, тут часть выполнили при кормке. Тут часть тоже... Ой, всего шесть осталось. Ё-моё. Ну я тогда в следующем выпуске точняк добью тогда этот квест. Я думал в этом добью, но чё-то не судьба, походу, пока. Ну и ночь распродаж. Три выживания нужно ещё с выходом с локации. Ни много, ни мало. Всё это откладываем на следующий день тогда. Хотя бы часть плана я выполнил. Я выполнил часть плана при кормке. И сделал пару квестов для барахольщика. Да нормально, я думаю, чё. Два квеста полностью и частично ещё несколько квестов. Но в следующем выпуске придётся снова идти на развязку. Нужно будет добивать квесты на развязке. Ещё целых три квеста у меня здесь висит. Надо добивать ЧВК, надо добивать ботов. И надо выжить в эти с локации ещё несколько раз. Всё, на сегодня я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск был интересным. Увидимся, услышимся. Следующим. Всем удачи, спокойных рейдов. И до связи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok